Голубое топливо заходит в новые дома. В этом году компания «Газпром» газораспределение Барнаул запустила газопроводы в селах Красный Яр. Шульгинка, Точильная, Санниково, Первомайская, Бобровка, Б-Ключи, Кашкарагаиха. В Новоалтайском плодопитомнике в поселке Кировский и Белокурихе. Наконец-то два населенных пункта нашего района получили возможность получать природный газ. В районе действует программа газификации Советского района. В рамках этой программы в этом году у нас проектируются две модульные котельные в село Советском. И на 2021 год планируется проектирование двух модульных котельных в селе Красный Яр. В компании уверяют, это только начало. В этом году руководство региона подписало договор с головным офисом «Газпрома» на рекордное финансирование. 59 миллиардов рублей компания инвестирует в том числе в строительство магистральных газопроводов Дорибрихи, Рубцовска и Славгорода. Освоение средств рассчитано до 2025 года. Получается, Алтайский край самый финансируемый со стороны «Газпрома» регион на ближайшие пять лет. При общем объеме программы на этот период «Газпрома» большого 500 с чем-то миллиардов рублей, практически 10% это Алтайский край. Это очень значимо для нас. Я приглашаю здесь коллег к газификации за счет собственных ресурсов, привлекать и предприятия, и различные организации, в том числе промышленные и так далее. Сельское хозяйство имеет большие преимущества при переходе на ту же сушку зерна за счет природного газа. Это гораздо дешевле. Именно с подведения газа на производстве и началась газификация региона. В этом году исполнилось ровно 25 лет с момента, когда на шинном комбинате зажгли первый символический факел и газ подключили к производству на Алтае. А раньше это как на угольном... Да, да. И представляете, вот эти вагоны, эти шли с углем. Но когда пришел у нас газ, мы, конечно, вообще стали чище намного. И вообще экологически чистый поток, и все окрестности, все гораздо чище стало. Воздух и все. И сейчас в уже подключенных населенных пунктах ждут новых абонентов. А тех, кто уже подключен, в преддверии наступающих праздников просят соблюдать базовые правила. Не допускать в морозы обмерзания дымоходов, не монтировать и не чинить газовое оборудование самостоятельно. А в случае утечки газа не включать электроприборы и немедленно звонить специалистам. И, конечно, своевременно вызывать профессионалов для проведения диагностики газового оборудования. Тогда праздники ничто не омрачит. Хочу пожелать жителям Алтайского края, самое главное, здоровья, тепла, комфорта, ну и движения вперед, развития региона. Задача нашего предприятия, чтобы с помощью газификации, с помощью развития газотранспортной системы регион был более привлекательный для туристов, для бизнеса. Чтобы мы это все чувствовали и гордились нашей Родиной малой.